Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Как обещал, вам записываю видосик. Вот уже приехал я с моря. К сожалению, не получилось у меня на море записать вам что-то интересное. Потому что на море я отдыхал с семьей, времени было совсем для этого мало. Да и возле моря записывать видео не совсем практично, потому что вы... На видео будет очень плохо слышно из-за того, что постоянно шум волн. И даже очень хороший микрофон не сильно помогает в этом. Так, о чем же будет это видео? Как я вам обещал, я записываю этот видос о моем опыте применения креатина-гидрохлорида. То есть это креатин, который другой формы. Это не креатин, моногидрат, к которому вы привыкли. А это креатин-гидрохлорид. Я решил провести эксперименты и пробыть на нем целый месяц, именно летом. Потому что он не задерживает воду в организме. И о своих результатах я хочу поделиться в этом видео, оно будет коротким. Но я думаю, возможно, будет для вас интересно. Так, погнали! Друзья, я пропил вот такой креатин-гидрохлорид. Это не реклама. Это самый дешевый, который я нашел. Это чешский. Как хотите, используйте какой угодно. Я нашел этот, использовал именно этот. То есть отзыв будет о применении этого креатина. Я под видео постараюсь устраивать его название, чтобы вы знали, где его искать. Это не проплаченная реклама. Это просто тот креатин, который я нашел. Так, почему креатин-гидрохлорид, а не моногидрат? Как я рассказывал в видео о креатине, вы можете на него посмотреть, и на него будет ссылка после этого видео. Я думаю, что креатин-гидрат очень сильно задерживает в организме воду. Несмотря на то, что современные формы креатина-гидрата меньше задерживают воду, чем те, которые были раньше. Но все же это происходит. А летом, в двух словах я вам расскажу, в летом это нежелательно, задерживать воду в организме. Потому что вода нужна другим тканям, и потреблять ее в достаточном количестве летом очень сложно. Потому что очень много воды мы теряем. Это влияет на тренировки летом, это влияет на многие обменные процессы в организме. А телостроительство, наращивание мышц, это есть обменные процессы, это напрямую с этим всем связано. Синтез белка, который происходит в организме, тоже напрямую связан с объемом количества жидкости в организме. И это влияет на то, как эффективно будете тренироваться летом. Я решил попробовать на себе, на своем опыте, креатин-гидрохлорид. Я знаю, что за рубежом его активно используют, но у меня, скажем так, всегда есть какой-то скептицизм по поводу новых продуктов. Хотя это не сильно новый продукт. То есть я раньше его никогда не применял, всегда мне хватало креатин-гидрата. Но летом, из-за нежелательного вот этой задержки воды, я решил все-таки перейти летом на креатин-гидрохлорид. И в принципе, хочу поделиться целым своим опытом, в принципе я остался доволен. Но есть одни нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Например, мне понравилось, что действительно креатин-гидрохлорид, он не задерживает воду в организме. И это чувствовалось, потому что вес не вырос за счет задержки воды. Так как растет на креатине-моногидрате, обычно садится 100 грамм в день, стабильно я набираю на креатине-моногидрате вес, который потом сходит примерно килограммчик где-то уходит. Может иногда два даже уходит. По-разному, смотря сколько получилось набрать за месяц, допустим. То есть вода потом после креатина-моногидрата всегда уходит после курса креатина. Но на гидрохлориде такого не происходит. На гидрохлориде не было этой задержки воды, это чувствовалось. То есть мышцы не были такими раздупленными, как напампленными. То есть мышцы как будто бы более плотные, что ли. Какая-то другая структура становится. Они становятся более округлыми, более выпуклыми. То есть внешний вид стал более суше на этом креатине. И это очень круто для тех, кто следил за своим весом, у кого наоборот есть проблема к лишнему весу. То есть если вы не хотите, чтобы эти были побочные эффекты креатина-моногидрата, то есть не хотите задержки воды в организме, задержки воды в клетке, в мышечной клетке. Более подробно я об этом рассказал в видео о креатине. То летом это действительно хороший вариант. Так вот, действительно воды не задерживалось в организме. Я чувствовал себя отлично в этом плане, потому что было комфортно. То есть абсолютно как обычно, как будто бы я не на курсе креатина вообще. То есть не было таких прям ярких ощущений, что ты на курсе креатина. Но когда я проходил на тренировку в тренировок, в тренировок, в течение своей тренировки, когда я доходил до порога, когда мне организму нужен был креатин, дополнительная энергия в виде креатина, то как раз он включался, и я чувствовал, что он включался. То есть он, на моем опыте, он реально работает. Если говорить об этот креатин, который я вам только что показал, там норма 3 капсулы за прием. Я увеличил до 4 капсул примерно через неделю, примерно через 10 дней начала этого курса. То есть сначала я принимал по 3 капсулы в день, раз в день, просто раз в день утром. Запивал водичкой, что-то сладенькое или ложку меда, или просто в водичку кинули сахара. И такие 3 капсулы потом через минус 45 поели. От него никаких ощущений в плане желудка я не ощутил, не было ничего. То есть я и моногидрав хорошо ее усваиваю, но так как у некоторых бывают проблемы с ждутием живота, ну просто делайте это натощак и проблем таких не будет. Так же самое с креатином, гидрохлоридом, я не ощутил этих проблем вообще никаких желудком. То есть в принципе можно даже сократить время после приема до приема пищи. Например, за полчаса до еды можете спокойно пить свой гидрохлорид. С моногидратом лучше его использовать за минут 45, а то и за час до еды. Поэтому гидрохлорид в этом плане очень удобен, так как он не задерживает воду в организме. И так же самое он не влияет на желудок из-за того, что не задерживает воду. То есть желудок как бы лучше работает получается. Он лучше растворяется в воде, он лучше усваивается. Как говорят производители, что он работает мощнее чуть ли не в 40 раз, чем кокотиномоногидрат. И что он лучше растворяется. То, что он лучше растворяется, скорее всего это так. То, что он мощнее в 40 раз, я не ощутил. Вот на себе я очень долго принимал раньше моногидрат. И это больше нескольких лет, наверное, опыта, когда я его использовал. То есть различными курсами, да. И я очень хорошо понимаю, как организм себя чувствует, когда ты на моногидрате. Вот если сравнить мои ощущения с гидрохлоридом, я бы вообще не сказал, что он сильно мощный, как по мне. То есть он чувствуется, он реально чувствуется. У меня было возможно какое-то субъективное ощущение. Я не знаю, напишите под этим видео, если вы тоже пробовали его. Было какое-то ощущение, что я его чувствовал даже в обычной жизни. То есть если моногидрат я больше чувствую как-то на тренировке. Разрастает, да, вот эта мощь, и ты последние два раза, допустим, в течение 15 секунд можешь выжать больше веса. Ты, вернее, ты можешь сделать больше повторений. Прям чувствуется, что включается моногидрат, и что ты делаешь больше, чем ты делал до курса. И это заметно больше. А с гидрохлоридом было ощущение, что как будто ты в обычной жизни стал тоже мощнее. Возможно, это субъективно. Возможно, это какое-то самоуношение. Я бы не брал расчет эти слова, просто делюсь своими впечатлениями, да, как вот в видеоблоге здесь рассказываю свои ощущения. На тренировке получилось повысить все мои результаты на курсе гидрохлорида. То есть я стабильно повысил веса во всех упражнениях, во всех основных базовых упражнениях, которые я делаю. То есть понятное дело, что тренировка строится на базовых упражнениях, как при грамотном тренинге. И во всех я смог прогрессировать. Но, я думаю, я скорее всего смог бы прогрессировать и без гидрохлорида. Но помог он или не помог, то сложно ответить. Но я бы реально почувствовал. Но я не почувствовал мощь ту, о которой говорят производители. Какой-то невероятной разницы между моногидратом я не почувствовал. Также, ребятушки, было такое ощущение, что на моногидрате, знаете, какое-то все-таки больше, я бы сказал, даже больше чувствуется мышечная сила. Возможно, вот мое мнение, мой вывод, я думал об этом, почему так, почему он не настолько мощнее, как о нем говорят. Мне кажется, все-таки, когда ты употребляешь моногидрат, то вот эта жидкость, которая задерживается в клетках мышечных, внутри в клетках, она делает клетку более гидротизированной. То есть она более насыщена водой. Она становится реально больше. И она становится из-за того, что в ней больше влаги, она становится мощнее. Наши мышцы, это, по сути, 70% это из них вода. То есть, реально, ваши мышцы, они реально раздуты водой. Вы думаете, что только химики раздуты водой, они какие-то залиты и так далее. Нет. Любой натуральный человек, который тренируется в зале, на 70% он состоит из воды. 70-75%. То есть мышца, это почти полностью это вода. И когда она становится еще больше, в ней воды задерживается в клетке с помощью моногидрата, это способствует тому, что она реально становится мощнее. И вот этот эффект я чувствую гораздо лучше в зале на моногидрате, чем на гидрохлориде. То есть, реально, когда клетка становится мощнее, более насыщена влагой, она реально помощнее чувствуется. Ты чувствуешь более сильную мощь на тренировке. Вот это мои ощущения. На гидрохлориде я просто почувствовал, что да, он есть. Но мне, знаете, вот как нужно было прислушиваться к своему организму очень сильно. Потому что не так очевидно он действует. Не так легко понять, что он вообще работает. То есть, нужно довольно хорошо знать свой организм. Сказать на 100%, что гидрохлорид работает, я даже вам не смогу. То есть, чтобы, понимаете, очень сложно убрать фактор какого-то самовнушения. Потому что я раньше принимал очень много моногидрат, а теперь я принял гидрохлорид. Возможно, организм просто ждал, что будет порция креатина и просто психологически как-то повлиял на это. То есть, это выделить фактор я не могу никак. А это нужно обязательно учитывать. Если вы думаете, что тренажерки мало зависят от вашей головы, ну, ребята, поменяйте свое отношение. Очень часто были такие моменты в моей практике, например, когда мне случайно друг навешивал неправильное количество блинов, и я выжимал их спокойно. То же самое случайно делал ему. Я ему раз навесил на штанге на 20 кг больше, чем обычно. Ребята, не на 5 кг, не на 7 кг, на 20. И я сам не знал, что я ему так сделал. И мой друг выжил этот вес. Он его сделал нормально, он с ним отработал. Когда мы потом посмотрели, с каким весом он работал, мы просто офигели. Каким образом он сделал на 20 кг больше. Он просто не знал. Он думал, что он работает с другим весом, и я думал, что я ему повесил правильно. Мы просто... Ну, какая-то тренировка такая была, что мы обычно много там общаемся на тренировке. То есть, сейчас вообще тренируюсь один. Но это было раньше, когда я с другом тренировался. Мы просто заговорились, и как-то вот так получилось, что мы навешали неправильное количество блинов. Поэтому от головы зависит очень многое. Но я думаю, что я все-таки смог прислушиваться к своему организму. И факты такие. Факты, что вес везде вырос. И он вырос как-то так довольно убедительно. То есть, я посмотрел по своему дневнику, какая динамика была, например, в те недели, когда я не принимал никакой креатин. И каким образом я по процентам смог наращивать вес. То есть, я увидел какую-то динамику, что она стала действительно чуть больше. Как будто бы легче давалось повышение весов. Появились какие-то 1-2 дополнительного повторения. В принципе, то же самое, что происходит на моногидрате. Примерно то же самое. 1-2 дополнительных повторения и веса растут как-то шустрее, более убедительно. Это основные вещи, которые я бы хотел рассказать вам о гидрохлориде. Использовать вам его или нет? Какие-то выводы, да, в этом видосике. Я бы так сказал, летом, летом это все-таки оправдано. И попробуйте на себе гидрохлорид, найдите ее, попробуйте на себе. Возможно, нужно увеличить как-то дозу еще. То есть, ту рекомендованную, которую делал, производитель дал на этой баночке, написал, я использовал. Но я тоже ее чуть повысил. И, в принципе, возможно, это дало какое-то лучшее ощущение этого креатина. Поэтому не бойтесь повышать немного дозу. То есть, например, если написано 3 капсулы, не бойтесь делать 4 капсулы. Ничего страшного, тут и не будет. То же самое, когда вам говорят, моногидратам нужно пить 5 грамм. Иногда ему нужно дать 8 грамм, понимаете? А иногда и 9. Просто лишнее, оно вы не усвоите. Но оно вам не навредит. То есть, даже можете 10 грамм за раз моногидрата пить. А вот если касается гидрохлорида, то это может быть 3-4 капсулы. Ну, по крайней мере, той фасовки, которая будет на этой баночке. Я вам расскажу об этой фасовке, чтобы вы могли высчитать, да, как-то логику вообще. Вот я использовал 4 капсулы. 3-4 капсулы гидрохлорида раз в день. После тренировки я его не использовал, как обычно с моногидратом. То есть, раз в день, неважно какой это день, тренировочный или нетренировочный. Так же самое, не забывайте. Всегда, когда вы используете креатин любого вида, любого типа вообще. Основные, я могу выделить, это как раз только моногидраты и гидрохлорид. Вот два типа креатина, на которые вообще стоит обратить внимание. Не заморачивайтесь на остальные виды, даже не тратьте свое время. Эти работают, эти проверены и они могут реально вам помочь в достижении результата. Так вот, вот эти креатины, когда вы всегда принимаете креатин, вы должны помнить, что вы должны пить очень много воды. То есть, если вы, допустим, пьете 30 грамм в холодное время года, 30 грамм воды на килограмм веса, то летом, я не устаю об этом повторять, постоянно в своих видосах часто об этом говорю, то летом вам нужно увеличить где-то 40, а то и 50 грамм жидкости на каждый килограмм вашего веса. Если вы начнете пить немного больше этого, ничего страшного. Если вы начинаете отекать сильно, допустим, вы пьете сильно много воды вечером. Нет, вечером много не надо пить, старайтесь выпить эту всю воду до 8 вечера, например, за хотя бы 3 часа до сна, скажем так. То есть, основное количество жидкости принимайте в течение дня, особенно утром, рано, при пробуждении. Выпивайте сразу много воды. Об этом было недавно у меня видео на канале о том, как тренироваться летом. Итак, выводы. Гидрохлорид будет очень полезен тем, кто любит тренироваться летом и все-таки хочет использовать креатин, потому что он все-таки дает какое-то улучшение тренировок. А раз дает улучшение, значит все-таки он помогает, значит он может помочь в достижении результата. Вы должны помнить, что принимая гидрохлорид, вы, главное, используете достаточное количество воды летом. Так как он не задерживает в организме воду, я его рекомендую использовать именно летом, а не моногидрат. Но, если вы уверены, что у вас хорошее количество потребления воды в сутки, летом, то вы можете использовать моногидрат. Но если у вас есть склонность к лишнему весу, я бы вам все-таки посоветовал обратить внимание на гидрохлорид. Потому что с лишним весом, с лишним весом, может быть такое неприятное явление, что набирая лишнюю воду в организме, вам будет тяжелее терять свой вес лишний. При грамотных тренировках это все можно нивелировать, но все-таки, если есть такой креатин, который не задерживает воду, почему бы не обратить на него внимание. Попробуйте на себе, попробуйте, сложите какое-то свое мнение, как он на вас работает. Если вам не жалко, делитесь своим опытом под этим видео по поводу гидрохлорида. Работает ли на вас, не работает ли на вас. Напишите, если будет время под видосом, сколько вы принимали его, в каких порциях, какое количество. То есть просто поделитесь своим опытом с другими ребятами, которые будут искать информацию. Потому что о нем маловато информации. Я искал на зарубежных сайтах, но не мог вам порекомендовать его до того, как не проверил на себе. То есть вот я проверил на себе целый месяц, даже уже больше. И все отлично, никаких побочных эффектов я не заметил вообще никаких, ничего. То есть абсолютно нормально организм работает. Креатин гидрохлорид, мое мнение, что он тоже работает. И он может вам помочь в результатах. Но старый добрый моногидрат, мое мнение, он все-таки лучше. И основную часть года я буду использовать именно моногидрат, а не гидрохлорид. Потому что, как я сказал в этом видео, я чувствую его лучше. Он работает мощнее в организме. Он реально работает, он реально помогает. Это вообще единственная добавка в креатин моногидрат, которую я использовал, когда я набирал свои 15-17 кг веса. Ребята, я весил 67 кг 1,5 года назад. Представляете, каким я был. А сейчас я набрал веса, и это сухая масса, и с помощью только одной добавки креатина моногидрата. Поэтому отказываться я от него не буду. Как только похолодает, как только ближе к осени, я опять буду использовать моногидрат, а не гидрохлорид. Вот мой вывод. Хотите, прислушайтесь к моему мнению. Хотите, попробуйте все на себе. И найдите эту добавку, примените ее, и сложите о ней свое мнение. То есть, как хотите. Просто это видос для вас. Стараюсь делиться своим опытом с вами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, вы же знаете, что делать, да? Все, ребята, удачи. Спасибо.